Всем доброго времени суток, с вами я Марсел, и сегодня я хотел вам рассказать, как красиво персонализировать ваш рабочий стол. Для этого нам понадобится программа Raymetra, и для неё темы. В общем, скачиваем эту программу с сайта, которого я ссылочку оставлю в описании. Нажимаем скачать, у вас скачивается установщик. Дальше спокойно устанавливаем её, и всё. Пока. Не обращаем от неё внимания. Дальше переходим на другой сайт, с которого можно скачать для них темы. Так, выбираем любую тему, но я уже скачал тему, мне она понравилась. У вас она скачается в архиве. Открываем архив, и у вас появится вот такой вот установщик этой темы. Открываем его. Тут будет стоять галочка, и нажимаем Install. И он автоматически установится. Но у меня эта тема уже установлена. Дальше оно у вас закроется, или не во всех случаях, или сами закроете. Дальше заходите в саму программу. Райдметр. Открываем, куда она установилась. Там вы сами поставите. Открываем. И вы видите, как сильно изменился наш рабочий стол. Но, это не просто ярлычки. Это не просто как бы иконки. Они реально, действительные. Вот. И вы спросите, как же это всё поставить? Да, ничего не трудно это. Заходим в Райдметр. И у вас появятся разные папочки. В этих папочках хранятся вот эти темки. Вот, допустим, Razer. Что мне надо? Ну, допустим, зеркальный край. Заходим. Тут часы у нас. И у вас появляется файл в формате .ini. Открываем его. И видите, что наши часы убрались. Ну, потому что у меня стояли. Просто, вот, у вас их не будет. Просто нажимаете. И вот у вас появляется темка. Её также можно переносить. Спокойно. Вот. Можно редактировать скин. На координатах. Вот. В настроях есть прозрачность. Вот видите, как он. Стоп. Вот. В общем, можете персонализировать так, как вы хотите. И устанавливать темы, такие, какие вы хотите. И ваш рабочий стол станет просто красивым. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Всем пока. С вами был я, Марсел. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...